Все для Клева, это Клева, реки, озера и душевный покой. На рыбалку едем мы снова, дедушка Днестр ждет нас с тобой. Приветствую вас, друзья! Вы на туб-канале «Все для Клева». Сегодня у нас 29 мая 2021 года и у нас сегодня субботник. Начинаем мы с того, что нужно определиться с местом сбора. Для этого необходим флаг, чтобы всеми издалека было видно, куда нужно приезжать. До начала субботника приехала самая активная группа, которая разместила всю необходимую утварь, технику, которая необходима нам для организации подготовки и проведения этого субботника. Естественно, дрова нужно было наколоть и начать подготовку и приготовление пищи, потому как казан был новый, этот 100-литровый казан. Необходимо было его прожарить, а прожаривали его свиным салом. Также поставили специально для удобства участников субботника вот такой вот умывальник, чтобы можно было удобно с него мыть руки, мыть лицо после проведения этих всех наших мероприятий субботника. Я очень благодарен за предоставление кареты скорой помощи, которая, слава богу, на все 100%, скажем так, не понадобилась. Не нужно было никого везти в больницу, но то, что она уже присутствовала, это уже вселяло надежды, что если вдруг что-то случится, то у нас все организовано. Туалет – очень важная составляющая любого мероприятия, на котором есть много людей. Поэтому его мы поставили практически в первую очередь, и за что тоже огромная благодарность нашим участникам нашего вайбер-сообщества «Все для клевого Днестр». Друзья мои, посмотрите на это небо. Честно говоря, я ожидал, что подойдет дождь, и для этого были специально закуплены плащи для каждого участника субботника. Друзья, во-первых, хочу, чтобы вы все похлопали, чтобы все вместе здесь собрались. Ура! Первое, значит, техника безопасности. Во-первых, всем работать вот в перчатках, обязательно в перчатках. Потому что можно поранить руки, внимательно смотрите под ноги, потому что тоже очень много мусора, острова, бутылки, стекла, какие-то торчащие ветки, еще что-то. Также смотрите, кто с вами рядышком, потому что очень много растительности большой, которые пружинят ветки и могут попасть в глаз. Поэтому тоже желательно одевать перчатки, так сказать, очки. И внимательно смотрите себе под ноги и вокруг себя. Так, дальше. На дорогу не выходить, дороги далеко, но, тем не менее, не выбегать на дорогу, потому что машины едут очень быстро, и чтобы не было никаких эксцессов. Третье. Во время субботника никто не употребляет спиртные напитки. Это понятно. Значит, две машины. Одна будет идти с людьми, которые уходят вправо, вниз по течению, вторая машина, влево, вверх по течению. Влево от меня, туда, вверх по течению. Дальше. По окончанию субботника у нас есть место для того, чтобы помыть руки. У нас есть уже поставленный туалет, сейчас доставляем туалет, через 5-10 минут уже будет готовый. И в 13 часов мы всех вас приглашаем сюда на нашу уху и плов. До 13 часов мы все успеем сделать. Поэтому, пожалуйста, никуда никуда не расходится. Потому как, кроме того, для каждого из вас подготовлены подарки от наших спонсоров. Поэтому, пожалуйста, останьтесь до конца. И самое главное, как вы уже все знаете, пока мы не заполним эти две машины, никто никуда не уходит. Все понятно? Так, теперь мы делаем так. Я уже посмотрел, там больше работы. Поэтому примерно где-то вот так вот. Вот так вот. В эту сторону. Вот эти люди. В эту сторону. Все понятно? Да. Вопросы? У матросов нет вопросов. И наша девиза. Все для Клева это? Это Клева! Все, за работу, друзья мои. И работа закипела. Очень хорошо, что вовремя все было закуплено, организовано и привезено. Многие участники предусмотрительно сразу взяли плащи от дождя, запаслись пакетами для мусора и вышли на свои участки для работы. Специально для нашего мероприятия были сделаны вот такие таблички. Мы убрали за всеми, били за собой. Отдельно хочу сказать слова благодарности инспекторам Одесского рыбоохранного патруля, которые так же, как и мы, пришли в свой законный выходной и поработали вместе с нами. Посадка деревьев была их задачей в нашем субботнике. Мы это согласовали с руководством Одесского рыбоохранного патруля. И поэтому они сразу же пришли с лопатами, ведрами, всем необходимым для того, чтобы посадить деревья. Саженцы акации, которые были посажены, предоставил Одесский лесхоз. Но надеюсь, очень надеюсь, что такой позитивный пример подхватит и другие государственные организации. Ведь это же здорово, когда все вместе люди объединяются ради наведения порядка в своей стране. Мусора было очень много. Это и бутылки из-под алкоголя, разные жестяные алюминиевые банки, пакеты, мусор, пластик. В общем, мусора, конечно, на берегу было очень много. Он был и вдоль реки, и в зарослях камыша. Честно говоря, в этот момент я подумал о том, что поздновато мы, конечно, проводим этот субботник. Так как поднялась высоко трава. Но раньше мы не могли его провести. Только из-за того, что Одесская область, как вы все знаете, не только Одесская область, но и вся Украина была в красной зоне по коронавирусу. И такие мероприятия проводить было невозможно, их нельзя было проводить. Кроме разбросанного по берегу мусора, были и вот такие вот очаги большого скопления мусора. Которые по всей береговой черте находятся примерно в 100-150 метрах друг от друга. Сюда кидают мусор недорыбаки, которые думают, что раз уже тут есть какой-то мусор, то можно кинуть и мне. А кто кидает больше всего мусора? Как вы думаете? Ну, лично мое мнение, это в основном такие компашки, которые приезжают с целью напиться, а рыбалка эта второстепенная. Конечно, водка, выпитая недорабаком, спасла большое количество рыбы. Но берега из-за неадекватного поведения людей в алкогольном опьянении очень страдают. Поразило, знаете что? То, что многие рыбаки, сидящие на берегу на рыбалке, не подключались к уборке мусора. Чтобы убрать хотя бы то место, на котором они рыбачат. Единицы рыбаков, тех, кто благодарил нас за уборку, даже один дедушка предлагал деньги, но я не взял. Я очень рад, что активные, сознательные люди все же есть, и они были на нашем субботнике. Они отложили все свои дела, люди откликнулись на наш призыв и приехали на субботник. И очень важно то, что многие приехали с детьми, показав им свой пример и свое отношение к природе. Ведь эффективность процесса воспитания детей происходит благодаря именно личному примеру родителей. Хочется верить в то, что когда эти дети станут взрослыми, на берегах наших рек не будет этих гор мусора, а будет чисто. И потомки наши будут лучше нас и будут бережно относиться к природе. Только благодаря, скажем так, личному примеру, через поколение, когда вырастут наши дети, которые видели, что мы убираем мусор, это уже будет порядок. Как вы выбирали территорию? Вы мониторили, где больше всего? То есть можно рассказать об этом? Да, значит, в перелете провели рекордно-суровку и увидели самый запущенный участок этого отеля. Хотя хотели пойти, как мы в прошлый раз говорили, чтобы сначала и дальше, 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 дальше. Но этот участок был действительно самый загаженный. Настало понимание того, во-первых, что кроме нас самих никто не наведет порядок. Что нужно закатывать рукава и наводить порядок не только на берегу, но и вообще в стране. То есть начинать как бы с квартиры, с улицы, с города, с берега и вообще во всей Курине. Так можно навести порядок. И хотелось бы призвать всех людей к тому, чтобы подключались к таким акциям и были активными гражданами своей страны. Потому что нужно не на кого-то жаловаться, на кого-то пенять, а нужно посмотреть в зеркало и спросить у себя, что сделал ты для того, чтобы стало чище. И последний момент. Я смотрю, что здесь мероприятия организовываются таким образом, чтобы люди и поработали, и немножко отдохнули на свежем воздухе. Да, надо как-то людей поощрять к тому, чтобы они поработали и увидели не только плоды своего труда в плане чистоты, но и что-то ценное для них, чтобы было. Поэтому спонсоры есть нашего субботника, которые выделили подарки, рыбацкие подарки. Сегодня это была компания Потап, которая изготовила одну уникальную кормушку. Ну, о ней будет чуть позже. В конце нашего суббота. Ну и угощение, я так понимаю. Угощение, плов, купили целого барана на 12 килограмм, красная рыба, уха из красной рыбы, плов на 100 человек у нас рассчитаны. Поэтому, да, будем угощать, почему нет. Люди должны вкусно покушать. Последний момент, вот на сегодняшнее время, сколько людей уже принимают участие, о каких цифрах мы можем говорить? Мы говорим сейчас, в начале субботника это было 70 человек, сейчас потянулся Одесский рыбоохранный патруль. То есть люди все подъезжают, подъезжают, даже к 11 часам уже больше 150 человек. Спасибо, спасибо. Сейчас, буквально, секундочку, еще пару привычных планов. Я так понимаю, что вот то время, которое выделено, это как раз то время, чтобы успеть и поработать, и немножко отдохнуть. Да, то есть абсолютно правильно. То есть у нас, мы должны за это время заполнить две машины. Как раз к этому времени должна приготовиться уже и юшка, и плод. Мероприятия, которые необходимо было осуществить на субботнике, были спланированы заранее. Этот план и нюансы по его выполнению обговаривались в нашем вайбер-сообществе, а теперь и в чате телеграм-канала «Всё для клёво». Ссылку на них я оставлю в описании и в первом комментарии к этому видео. Так вот, изначально в этом плане, под всеми пунктами мероприятий, ответственный был я. Но впоследствии практически все мероприятия были разобраны нашими добровольцами. Ну, например, Павел взял на себя изготовление туалета. Алексей договаривался за свалку мусора. Наталья была ответственная за посуду. Иван и Геннадий организовали грузовики. Отдельная благодарность Дмитрию, администратору нашего сообщества, за коммуникацию всех тех людей, которые хотели приехать, но не имели транспорта. Ваня, тебе спасибо большое за тот большой 100-литровый казан, за то, что вы вместе с Димой и Лёшей разгрузили на свалке машину с мусором. Это уже было после субботника. Елена, тебе огромнейший респект за то, что ты сшила повязку с красным листом, укомплитовала сумку с медуператами и заботилась о здоровье наших участников. Уха из красной рыбы и плов из баранины были просто превосходными. Наши повара Вячеслав и Геннадий, вы лучшие. Фотосессию организовал Сергей. Видеосъемку Максим. Подарки были от компании Потап. Скорая помощь от компании Рехаб Клиник. Всем, всем огромнейшее спасибо. Я заранее прошу прощения, если о ком-то не сказал. Людей, тех, кто откликнулись и отозвались, было очень много. Всем огромнейшее большое спасибо. И таких людей было очень много, которые могли часть работы по организации субботника взять на себя. Это и красная рыба на уху, и выкопать саженцы, и привезти их. И провести заранее покупки, и организовать место для мытья рук. В общем, очень много было предварительных мероприятий. И очень клево, что большинство мероприятий проведены безвозмездно и бесплатно. Нашими энтузиастами. Без помощи местных органов власти и депутатов. Хотя, честно говоря, я к районной власти обращался. Но потом пожалел об этом, понимая всю бесперспективность моего обращения. Хочу отметить тот факт, что участники нашего сообщества работали очень качественно и с энтузиазмом. И практически за 2,5 часа убрали 2 самых грязных километра берега Днестра. Все, моем руки. Моем руки, готовимся к приему пищи. Там уже готовый вариант для того, чтобы помыть руки. Место для мытья рук уже готово. Спасибо. Сейчас будем кушать уже скоро. Через 20 минут уже прием пищи. Моем ручки. Друзья мои, ну вот мы с вами практически уже заканчиваем субботник. Я хотел бы обратиться ко всем, ко всем нашим нерадушным гражданам, нашим друзьям, нашим соратникам, нашим рыбакам, любителям, Одесскому рыбохранному патрулю, лесному хозяйству за помощь в проведении этого субботника. Я вам скажу, что убрали 2 километра берега. Примерно в объеме, не в килограммах, а в объеме, это примерно 28-30 тонн мусора. В основном это бутылки, в основном это стекло, пластик и всякие бытовые отходы. Ну потому что некоторые недорыбаки, которые приезжают на Днестр, свой мусор что делают? Берут и выбрасывают через голову. И я вам скажу, что вот эта полностью канава, которая была в нашем промо-ролике, я вам показывал, была заполнена мусором. Сейчас в ней мусора нет. И наши ребята, которые пришли помочь, спасибо им огромнейшее, большое спасибо, убрали 2 километра берега Днестра. Полностью под ноль. Вычистили от всего мусора. Поэтому за это им огромное спасибо. Хочу также поблагодарить всех, кто участвовал в нашем субботнике финансово. Чтобы вы понимали, мы при подготовке к субботнику собрали 21 тысячу гривен. 21 тысячу. И много денег еще осталось. И я обязательно сделаю отчет по деньгам. И скину в наше вайбер-сообщество все далеко от Днестр. Показать, сколько у нас денег осталось. Сколько мы закупили, что мы закупили, чеки, все как положено. Поэтому приятно, что большое количество людей откликнулось. У нас больше 130 человек сегодня было на субботнике. И мы сделали действительно что-то хорошее, светлое, доброе. Я очень горжусь своей аудиторией. Ютуб-каналом «Всё лек лёва». Нашими подписчиками, рыбалками, любителями, которые сегодня пришли на Днестр. Которые помогали нам не только физически, но и морально нас поддерживали. И финансово. Очень важный аспект. Тоже помогали. Огромнейшее, огромнейшее вам спасибо. Друзья мои, я хочу сказать о том, чтобы вы тоже в своих городах, в своих поселках тоже так же объединялись и наводили порядок. Не только на берегу рек, но и в посадках, в парках, на берегу морей, океанов. Я не знаю, где вы там находитесь. Не только вы, может быть, в Украине смотрите наши видео. Объединяйтесь. И самое главное, что не нужно на кого-то пенять. Не нужно на кому-то жаловаться, что на кого-то жаловаться, что вот, а вот я бы бы сделал бы, если бы мне кто-то что-то бы дал. В первую очередь посмотрите в зеркало и спросите, что ты можешь сделать для себя, для будущего потомков, для государства, для Украины. И для общего блага всех нас. Когда мы вместе, мы сила. Потому что все для клево, это клево. Друзья, вот на этом месте мы снимали видео о том мусоре, который здесь был. Теперь посмотрите. Вот тут вылежали кульки с мусором. Сейчас здесь чистота и порядок, несмотря на болото, да. То есть ребята пришли, как я им сказал, в сапогах и с граблями. Все вычищали полностью под ноль, чтобы вы понимали. Вот такие пики делают. Вот, смотрите. Чтобы можно было нормально вычищать. Спасибо вам, что вы пришли. Все нормально. Вот, смотрите, тоже заходим в другой вариант. Вот, смотрите, тут тоже, видите, порядок, порядок. Ни одной бутылочки, ни одного фантика, ни грязи, ничего. Вот наша река. Тоже все вычистили. Смотрите. Это древесный уголь, его оставили. Вот так все, там только рыбак один сидит. Так что вот так, друзья мои. Все под ноль, подчистую, вычищали, поубирали. И я очень-очень рад, что у нас есть такие люди, которые с нами вместе объединились. Друзья, всмотритесь в светлые лица этих людей. Ведь они все разного достатка, разного возраста, разного статуса. Но сейчас они все вместе. Правда, уставшие, но довольные и счастливые. Так и хочется вспомнить слова Олега Митяева в песне Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это те люди, которые хотят, могут и меняют нашу страну к лучшему. Безмерная им благодарность и признательность. Пришло время, настало лето, теплая погода. Желание выехать на природу, покупаться, провести хорошо время. Но все-таки не забываем, что элементарные незнания правила техники безопасности поведения себя на воде иногда приводят к очень плачевным последствиям. Поэтому хотелось бы, чтобы вы знали самые простые элементарные правила. Ищем эту косточку, ставим на нее большой палец свой. И рядом же просто ставим ладошку. Вот это расстояние нашего большего пальца, это нам и есть ориентир расположения руки во время сердечно-легочной реанимации. Выставили, положили четко, ровно. Вся поверхность ладошки покрывает то место, как вы отмерили по своему пальцу. Вторая рука в крест у нас смещается с другой рукой. И продавливаем грудную клетку примерно на 5 сантиметров. 5 сантиметров вглубь. Доктор, который дежурил в крете скорой помощи, в любезность согласился провести небольшой инструктаж, занятие с участниками субботников по оказанию первой медицинской помощи на водоеме. Но чтобы не перегружать данное видео, я обязательно сниму такой контент, потому как я считаю, что это очень актуально перед началом сезона рыбалки. В данный момент очень актуальным становится вопрос, как сберечь эту чистоту ландшафта. Как не допустить опять загрязнения этого куска территории, берега Днестра. Если у вас есть какие-то практические советы, вы знаете ответ на этот вопрос, обязательно напишите в комментариях, очень интересно будет почитать. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 Всем спасибо вам большое Спасибо вам Друзья мои, теперь на 46-м километре есть туалет Это удобство для рыбаков, для рыбачек которые здесь ловят рыб Благодаря нашим ребятам Теперь он здесь стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА